Друзья, сегодня наш поселок был разбужен ночью воем пожарных машин, приехавших тушить всем нам известный Голубой Дунай, который был построен еще в 70-е годы и сохранил свою функциональность до последних дней. Пожарный расчет работал до самого расцвета. Привезенной воды не хватило, подключились к Стефановского 1, соединив несколько рукавов в один длинный. К расцвету пожар был потушен, издалека даже цвет стен нашего Голубого Дуная не изменился, но внутри выгорело все. Напомню, там был фотомагазин, продуктовый магазин, мясной цех с магазином, и газетный киоск. Вот посмотрите, что осталось. А пока вы смотрите небольшой экскурс в историю. На этом месте в начале 70-х была красивая лужайка для отдыха жителей окрестных домов. И вот в 70-е годы стали строить вот это здание. Строилось оно как филиал какой-то швейной фабрики, не скажу точно. То ли на Осеевской была фабрика, то ли в Лосино-Петровской. Вот этот филиал был построен, здесь работали женщины, сидели строчили на машинках. Но лужайку эту снесли, хотя люди, конечно, гонтовали в те годы. Вот тогда был Советский Союз. Тогда был порядок. Партия сказала, и все построили. И только после развала СССР здесь стали появляться магазины. Кота жалко, который прижился около мясной лавки. Тяжело ему теперь будет. Символично, что пожар для своей работы выбрал единственную ночь без дождя. Буквально через полдня зарядил дождик. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.